Приветствую вас, много вы конечно написали, я не очень думаю, что это хорошая идея писать так вот много, потому что слишком большие, слишком большие пласты всего вы затрагиваете, вот, но какие-то моменты я все же выделю и постараюсь по ним пройтись. Первый момент, это то, что у вас позиция жертвы, четкая, четкая, четкая позиция жертвы, вы можете почитать об этом, вы можете почитать про, например, треугольник Карпмана, вы можете почитать про сценарий жизни неудачных или, ну, допустим, вы можете почитать там «Талагу муки», то есть просто вот пишите там «Талагу муки», чтобы понять, что с вами происходит, да, вот. Значит, что, что можно выделить, первое, то, что, ну, заболеваний у вас нет, вы не больны, обиды основания имеют, ну, обоснования имеют, потому что обиды это нереализованные желания и в данном случае желания вполне естественные, естественные. Может быть, у вас есть депрессия, может быть, у вас есть еще некие психические заболевания, которые нужно будет диагностировать, нужно диагностировать врачом, который должен диагностировать врач психиатр, либо психотерапевт, либо клинический психолог, вот. Если депрессия, то, соответственно, одно, если невроз, то другое, если что-то еще, то что-то еще, вот. Ну, я как психолог могу сказать, что, как бы, вы не больны, не больны, то есть ничего больного в вашем, вот, ваших переживаниях нет. Ну, помимо, разве что, только то, что вы делаете акценты на таких достаточно грубых вещах, да, вот, такие, как трусы, там, вот это все, грязь, вот, то есть такое впечатление, что вы получаете некое извращенное наслаждение от этого, от своего страдания. Ну, это называется мазохизм. Мазохизм является реакцией на элементы сенсорной депривации, вот, или элементы эмоционального голодания, в вашем случае это обратная связь, да, любовь, тепло со стороны родных людей. И когда человек не получает обратной связи, он, соответственно, он, этот человек, начинает искать такое вот извращенное наслаждение в негативе, в боли, в страданиях и прошлом, вот. А дальше, значит, что касается ваших родителей, обиды на них, с вашей стороны, мне понятно, они вполне нормальные, они естественные, обиды, вот. Но, вы не способны сейчас принять, что ваша мама и отчим, отец, просто не способны, не способны на любовь. Они не способны на любовь такую, а... 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 И я уверен, что если поисследовать, хорошо, если поисследовать, то можно прийти к выводу, что и другого ребенка своего они тоже не любят или любят, но по-своему совсем не так, как, ну вот, как вам кажется. То есть нужно понимать, что никто любить вас не должен, это вот такая достаточно взрослая позиция, да, не должен любить, то есть могут любить, могут, но не должны, и если так вот вышло, что вас не любят, да, то это нужно принять как факт. Другое дело, что вы не можете это принять как факт, в силу, например, ряда причин своих, да, то есть вот в силу проблем, но тем не менее. То есть у вашей мамы, у отчима есть свои ресурсы, так как и у отца, у всех родных есть свои ресурсы. Эти ресурсы не такие, какими хотите вы их видеть, а эти ресурсы такие, какие они есть у людей. И люди относятся к вам, да, как они могут, так как они умеют, так как они вас видят и так, как вы ставите себя сами. Понимаете? Вот. И здесь можно, наверное, главное перейти к следующему пункту, что это пункт личной ответственности. То есть у вас постоянно идут обвинения, да, своих родных, что вот они такие, 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 вот они там так-то, так-то, так-то поступают, так-то, так-то, так-то себя ведут. Все так, но, а как же вы? То есть это ваш выбор делать то, что вам не нравится, это вы испытываете чувство вины за то, что там у бабочки что-то не так, это вы переживаете, что вы кого-то обидите, обидеть можете, понимаете? То есть здесь нужно отделять, здесь нужно отделять себя, здесь нужно отделять себя от других людей, то есть это свои личные границы. То есть вот есть один человек, есть другой человек, у одного человека своя ответственность, у другого человека другая ответственность. Всё. То есть, как бы, я не отвечаю, там, за, ну, за человека, и он не отвечает за меня. Вот. Как бы, личной границы у вас нет. Личной границы вам не, как бы, недоступны, да? Вот. И вы из-за этого, собственно говоря, страдаете. То есть, вы страдаете именно из-за того, что у вас нет личной границы. Вы страдаете из-за того, что не отделяете себя от других людей, и стараетесь либо слиться с ними, да, либо с помощью отдали все, что у вас не получается, потому что своего собственного ресурса у вас не хватает. Вот. Дальше это, значит, отношение к себе. Оно у вас очень негативное, потому что, ну, как вас обесценивали, да, так мы сами себя обесценивать. Это тоже нужно корректировать, это тоже нужно выправлять, это постепенная работа, это постепенный процесс. Вот. И надо сказать, что за один раз тут все, как бы, не скажешь и не выправишь. Вот. Скажем только, что вам нужна своя собственная, независимая ни от кого позиция по отношению к себе, и реализация своих собственных желаний, принятия их при непринятии себя. Вот. Иногда, иногда бывает полезно воссоздание родителей, идеальных родителей. Иногда бывает полезно в этом направлении. Но тут уже нужно, тут уже мы выясним, тут уже нужно будет выяснить, подходит это вам или нет. Вот. Но, как бы, такая история, да, что самооценку нужно вам принимать. Вот. Значит, еще, что важно отметить, это чувство беспомощности, чувство жертвенности, вот. Но здесь жертвенность не только в отсутствии ответственности за себя, но и в том, что вы, вы знаете, вот, как бы, жертвами, к примеру, избиение, да, и насилование, люди становятся не просто так. Я не хочу сказать, что вы виноваты в этом. Но, как бы, агрессор выбирает всегда человека крайне потерянного. Агрессор всегда выбирает человека, крайне неуверенного в себе. И вы именно тот человек. Вы именно такой человек. Поэтому, ну, без чувства беспомощности, чувство, что от вас ничего не зависит, и постоянно трансляция идеи, что вам, ну, что вам должны, ну, это, к сожалению, достаточно незрелая позиция, это незрелая точка зрения, это незрелое мировоззрение, вот. И вам оно в данном случае только мешает, мешает. Вот. Что касается ваших желаний, то их, за исключением, наверное, только советселя, да, их не стоит бояться, наоборот, к ним нужно прислушиваться, и перестать, наконец, делать то, что вам не нравится, я вам даже больше скажу. Все, что вокруг вас происходит, происходит именно потому, что вы делаете то, что вам не нравится, вы позволяете людям пользоваться собой, и вы только просите, но вы сами не требуете, вы не делаете ничего для того, чтобы реализовать свои желания, понимаете, какая история. Ну, вот. И... Ожидайте от людей, что вас оценят, ожидайте от людей, что вас заметят, что вас проснят, что в людях проснется какая-то совесть. Нет, 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 и не проснется, не проснется и не будет, потому что этого у них нет, и у людей просто нет того, что вам нужно. Это зато есть вас и других людей, с которыми можно и нужно взаимодействовать. Ну, знаете, как вы понимаете, поэтому одно из главных это, значит, принятие себя и принятие своих желаний, кроме разрушающих. Кстати говоря, что касается разрушающих желаний, то здесь, опять же, границы ответственности очень помогают, в том смысле, что вы не ответственны за то, что вы родились на, как бы, свет, и вы не ответственны за то, чтобы что-то делать в своей жизни, вы за это не отвечаете. Вот, то есть это вот нужно очень четко для себя понять, что есть вещи, за которые вы отвечаете, есть вещи, за которые вы не отвечаете. И, как бы, разграничить, разграничить свое реальность такими вот, собственно, ну, нитками, нитками, как бы, без этого у вас, опять же, не будет какого-либо, какой-либо положительной динамики. Ну, вот. А, что касается, собственно, инцидента, да, то, безусловно, это травма, безусловно, это серьезная травма, и ее тоже нужно прорабатывать. Вот. То есть это чувство беспомощности, это ощущение себя грязное, это ощущение, что, ну, какое-то, знаете, такое под себя подсбудное чувство, что так вам и надо, что вы это вот, что вы это заслужили, и так далее. Вот. Все это, конечно, ложь, все это, конечно, не так, но, тем не менее, подобные мысли, когда наручаются критически важные для субъектов, субъектов психологические отношения, всегда очень болезненные. Вот. И узнают их, конечно, помогает психолог, но делает он это постепенно и тем способом, методом, который подходит именно вам. То есть это корректируется. Вот. Уникального метода для всех нет. Вот. Что касается, значит, так, что касается слов, на которые вы могли бы опереть свои выгравки, а то их нет, все слова находятся в вас, просто вам их нужно найти, а точнее, когда вы примите себя, когда вы перестанете думать о себе плохо, когда вы научитесь слушать свои чувства, вот. Я полагаю, что ситуация сразу преобразуется и вам будет легче, гораздо легче, чем сейчас, это точно. Вот. Но опять же, когда вы говорите про слова, на которые вам нужно опереться, то речь идет по сути о перекладывании ответственности, то есть если вы ищете слова в других, то вряд ли вы будете полагаться на себя. Это значит, что, ну, что порочный круг, если можно так выразиться, не прервался, да, а наоборот продолжается. Вот. Вам, нам же нужно помочь вам выйти из треугольника Гартмана и из сценария. Для этого необходимо взять личную ответственность, без личной ответственности, ну, совершенно точно ничего не будет. Вот. Поэтому, тут так. По словам. Слова вам не помогут, в общем. Что касается, значит, даже вам не стало легче, потому что травма у вас, это ваши чувства, ваши переживания, ваши восприятия. Да. Вот. Не очень понятно, что вы делали на консультации у психолога, да, то, что вы, ну, то, что вы описываете, что вот, то, что, значит, так. Вы пишите на туалете одна, все на другой, все обиды и боли пройдут и другая. Это не очень понятно, не очень понятно, что вы делали. Вот. И, совершенно точно, что, это нужно делать, когда человек подготовленный, да, просто, чтобы войти в определенную, ну, в определенную связь, в контактную интервью, вот здесь человек, человек по всему спешил. Вот. А, ну, странно, не очень понятно, что вы делали. Вот. И, то, что вы говорите, что у вас остались неразреченные конфликты, ну, просто, возможно, вы не дали времени. Вот, и тут уже вопрос к вашим планом, насколько вы готовы, значит, работать, насколько усердно вы готовы работать, потому что это не только работа психолога, но это и ваша работа тоже. Вот. А, дальше, значит, как вообще проходят психологические консультации, в зависимости от психолога, в зависимости от клиента, то есть, как бы. А почему такое бывает, что консультации не подходят? Потому что все психологи разные, и не каждый метод, не каждому клиенту подходит, это нормально. Вот. Вы не зашли с ума, эти обиды, они обоснованы, значит, так живут люди и относятся друг к другу, это норма. Нет, это не норма, но, понимаете, нормы никакой нет. Нормы никакой нет. То есть, на самом деле, люди относят друг к другу так, как они могут, как они умеют. Вот. А если проследить за историей, скажем, вашей мамы, то вы увидите, что она, в общем-то, никогда не была счастлива, и если вы подробнее эту тему изучите, я вам этого не рекомендую делать. Но все же, если вы это сделаете, то вы увидите, что не случайно женщина выбирает себе в мужья, да, в партнеры. А мужчин, алкоголиков туда приходит не случайно, это человек с особой такой, скажем, ну, с особой, скажем, так, психологией, это человек с особыми взглядами, это человек с особыми мировоззрениями, это человек с особыми потребностями. И это не есть норма, но все вытекает из ресурсов человека, которые у него есть. И поэтому, нет, люди так, так люди жить, конечно же, не должны относиться друг к другу, они так же, конечно же, не должны, но если такое происходит, то человек после того, как он взрослеет, он обращается к специалистам и сам начинает над собой работать и личностно расти и развиваться, потому что требовать, требовать, ну, требовать от своих родных, чтобы они стали, там, какими-то, это на пешком труд, это абсолютно бесполезно. Поэтому никакой нормы нет. Но вы, вы духовно, эмоционально, личностно, к сожалению, человек не зрелый, потому что вы пытаетесь, знаете, какие-то нормы, это должно так быть, не должно так быть. Вот, это на самом деле достаточно категоричные такие понятия, которые к реальной жизни не приспособлены. Если есть, например, жестокие люди, то они живут в реальной жестокости, если у этих людей рождаются дети, то эти дети живут в реальной жестокости. Нормально это. Но, наверное, для общества нет. Для этих людей, да. Что могут сделать дети? Только не идти по пути родителей. Вы пока тот человек, который, вот, то, что вы делаете, да, это только внутри себя зажимаете свои чувства, делаете то, что не хотите и испытываете чувство вины. А чувство вины вас, кстати, можно избавить, чувство вины, кстати, можно раскрыть, это делать, это, ну, это, это делается, это купируется, это достигает. Но, опять же, это работа. Ну, вот. Понимаете, немалую роль это не занимает, и ваша реализация, то, насколько вы реализируете жизнь, то, что вы работаете на двух работах, это, знаете, ну, это вообще ничего не значит, потому что вы можете работать на трёх и на четырёх работах, если вас это не развивает, то толку от таких работ, толку от этих работ, ну, серьёзно, вот. Так что здесь предпочтения нужно отдавать именно творческому развитию, именно с стоматальному развитию, да, а для этого необходимо удовлетворить свои плохие потребности. Вот. Потребность безопасности, потребность в любви, потребность во внимание. Вот. Никогда, никогда и нигде вы не добьётесь внимания, вы не добьётесь любви, если будете действовать, ну, как бы, как бы в ущерб себе. Вот. Никогда вы ничего не добьётесь, потому что, действуя в ущерб себе, вы просто дискредитируете себя в глазах других людей, и они только привыкают вас использовать и всё. То есть, по сути, по сути, друг другу ничего не происходит. Ну, в других каких-то моментах, да, их просто не происходит. Вот. Это, безусловно, неприятно, это, безусловно, ужасно, но это реальность и её нужно принять. От того, как вы себя репрезентуете, от того, как вы себя поставите, зависит всё остальное. Вот. Дальше, дальше идём. Так. Как мне реагировать на это всё? Реагировать на это всё нужно так, что люди просто действуют так, как они умеют, так они могут. Ваши обиды продиктованы вашими завышенными ожиданиями, которые не сказать, чтобы обоснованы, не сказать, чтобы обусловлены, не сказать, чтобы они оправданы. Вот. И оправданы они не потому, что их не должно быть, они должны быть. Обравданы они потому, что реализоваться, реализовать их с людьми, которые вокруг вас, невозможно. Вот. Это невозможно. И это не делает людей плохими. Это не делает вас плохими. Это просто разница. Разница в средствах, которые есть у людей, и в том, чего хотите вы, в том, что вам нужно. Вот и всё. По сути. Вот и вся история. По сути. Дальше, что касается работы. Вот. Что касается работы, то естественно, в случае, если работа вам не нравится, то ходить на неё не нужно. Вот. А, но вам не нужен заработок. Вот. И, как бы, вы и подумайте, вот, если вам нужен заработок, да, вам нужны деньги, надо бы жить, чтобы быть самостоятельным. Что... Может, стоит ли отработать? Вот. А, вам больно? А, вы пишите, мне больно, мне больно. А от чего больно? От чего больно? От чего больно? Боль от чего? Вот. Какая причина больно? Все эти обиды, которые у вас есть. Вы увидите, вот, вы увидите, что обиды, они по большому счёту связаны только с тем, как вы считаете должно быть. А на самом деле, всё всегда было по-другому. И отказ принять не таким, как он есть, связано лишь с тем, что вы отказываетесь принимать себя, такой, какая вы есть. Ну, в этом, ещё вот повторяю, вам можно помочь. Дальше, значит, так, я боюсь, так, у меня никого нет, я устала быть одна. Опять же, одиночество только потому, что вы не принимаете себя, и у вас нет навыков общения, у вас нет реализаторов. То есть, если вы занимаетесь любимым делом, развивались вы, а проблем такого бы рода у вас не было. То есть, у вас были бы и люди, с которыми вы взаимодействовали адекватно, и окружение, которое бы вас уважало и так далее. Всё бы это у вас было. Ну, то есть, начинать, ну, с принятия себя, конечно, с поддержки психолога, но занятием всё-таки с тем, что вам нужно, с тем, что вам важно. Вот, и выгода, и с позиции жертв. Самое слово, то, что вы говорите, да, что я простилась и так далее, но это, знаете, как бы это декредитирует вас. Вот. А то, что вы позволяете делать другим людям, вы это позволяете, опять же, в надежде, что вам что-то, ну, вам что-то достанется, как бы. А дальше, так, что будет, если я позволю своим желанием случиться в фирме? Да вам будет хорошо и легко. Если меня любят, значит, что-то не так. Да, это принадлежно корректировать. А я боюсь, что-то совсем всё так, а со мной что-то не так. Да, это позиция, я минус, а вы, я не плюс. Да, это корректировать. Да, принять им всегда. Вот. Я пытаюсь понять, что не так, но не понимаю. А вы не понимаете, потому что на самом-то деле всё так. Просто люди не могут вас принять. Боятся вас принять. И всё. Поэтому отсюда и не получается. Так что, по сути, занимайтесь вы мартишкиным трудом. Именно по этой причине вы ничего не... Ну, именно по этой причине вы бьётесь, бьётесь и у вас ничего не выходит. Мартишкиным трудом. Перенимайтесь просто мартишкиным трудом. Вот. Ну, и в этом случае, в этом случае вам можно помочь, вам можно... Вот. Главное быть уверенным в том, что вы действительно готовы работать. Вот. Чтобы, ну, чтобы не было такого, что... Несколько, несколько сеансов вы провели, да. Вот. Сейчас я посмотрю, сколько вы говорите. Так, значит... Было семь сеансов. Ну, вот эти семь сеансов, да, я, конечно, не знаю, в каком... Ну, какой школы был специалист, но... Семь сеансов-то не так много, особенно если вам, сколько вы говорили, двадцать семь лет. Вот это... К сожалению, да, это то, что... Дольше прорабатывать. К сожалению. Это... То-то-то, с чем, ну, как бы... Дольше... Дольше работаются. Вот. То есть, если вы... Готовы работать, да. То выбирайте себе эксперта и... Работать. Но, сперва, конечно, вот. То, что я вам рекомендую, это... Обратиться к врачу, да, и начало исключить наличие психических заболеваний. Если психические заболевания будут диагностированы, то... Чтобы... Вам... ИНВМ были назначены, ну... Соответствующие... Эм... Препараты. Вот. Которые... Помогли бы вам... Эм... Назад... Лучше проходить психотерапию. Вот. Это ни в коем случае не... Это... Травка. Это ни в коем случае не травление вас. Это ни в коем случае... Эм... Не вред вам. Это именно чисто только... Эм... Помощь. Это помощь вам. Это... Вот... Значит... Такие вот средства. Вернее. Вернее. Так это работает. Вот. Естественно, вам нужно доверять людям. Вот. Естественно, у вас есть вопросы. Такие вопросы, например, как вы... Ну... Как вы задаете... Сейчас. Вот. И на эти вопросы вам нужны... Ну... На эти вопросы вам... Вам... Нужны... Нужны ответы. Вот. Поэтому я полагаю, что здесь... Уместнее здесь было бы... Начинать именно с... Вопрос. Уместнее было бы начинать вопрос. Тут просто все вопросы, которые вас копили. Потому что... На... На эти вопросы, которые вас есть, вам ответов никто не давал. Вот. И отсюда... Ну... Одна из причин... Эм... Трудностей... Ваших в этом... Что нет ответов... На вопросы... Которые вас есть. Вот. Так что детство, но главное не спешить... Не спешить... И... Стихкой работать... Постепенно, последовательно... На... Комфортном... Для вас уровне... Легеном для комфорта на вас... Темпе... Темпе... Вот. Вот так вот мне видится... Значит, ответ на ваш вопрос. Я... Понимаю, что ответов я, наверное, не так много, как... Ну, как... Хотелось бы, да? Вам. Возможно. Вот. Но... На данный момент... На данный момент... Отвечать что-либо еще... Не имеет никакого смысла... Потому что... Все равно... Скорее всего... Скорее всего... На пользу... На пользу вам это не пойдет. Вот. Потому что... Одним ответом все равно не обойдешь. Вот. А... Значит... Значит... Я хотел бы... Вначале немножко... Тут вот вы... Я... Я... Семья родственники... Отношения любовь-больные... Знаете... То есть вот... Все у вас очень ком-ком идет. Да. То есть вот... Отдельная драма это... Кот... Которого вы любили. Есть вот... В психологии... Такое... Такое понятие как... Механизм... Компенсации... Ну... То есть... Люди любят животных... Животным отдают... Свою любовь... Энергию... Не случайно... А потому что... Не получается с людьми... А... И... Кот для вас был... Настолько дорогим... Именно по этой причине... С другой стороны... Остет поступил так... Потому что... Я... Я... Нет хорошей жизни... Вот... Но... Принять конечно... Он... Для того чтобы принять это... Вам... Нужно время... Вот... Это было условно... Вот... А... Кроме того... Вам необходимо... Прожить... Пережить... И... Правильно... Пережить... Эм... 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 Те чувства... Которые вы испытали... Вот... Вы знаете... Я вам наверное... Дам... Эм... Снигу... Почитать... Называется... Практику... Практику... По... Эм... Терапии... Вот... Эм... Я рекомендую вам читать... Терапии... И... Эм... Тщательно выполнять... Те... Эм... 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 Вам это будет очень... полезно... Эм... Эм... Как мне кажется... Вот... Эм... 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 Потому что... Эм... Вам явно не хватает... Эм... Контактов... С... Контактов... Собой... И... Эм... Четкого понимания... Что именно вы... Чувствуете... Вот... Эм... Значит... Так... Мама не препятствует... Здесь у вас вот... Постоянные... Эм... Желание к маме... Что она должна... Что-то делать... Что она должна... Как-то поступать... Хотя вы дальше понимаете... Что она... Скорее всего... Не может вас сделать... И... Последнее, на что я обращу внимание... Это... История с поездкой... Эм... Когда вы хотели... Поехать на отпуск... Но не смогли... Из-за того... Что... Постоянно... Находились... Какие-то... Ну... Эм... Предлоги... Для того... Что... Чтобы... Вас не брать... Вот... Вы знаете... Мне кажется... Что вы... Эм... Знали... Эм... Мне кажется... Что вы... Знали о том... Эм... Что... Вас уже невозможно... Вот... Вы знали об этом... Вы знали... Но... Вы... Эм... Специально... Игнорировали... Эм... Свою интуицию... Специально... Игнорировали... Эм... То... Что... Вам интуиция... Ваша... Эм... Кричала... Вот... Хотели доказать себе еще раз... Что вы... Никчем... Если вы хотите доказать... Эм... Подсознательно... Себе... Что вы... Никчемная... То вы будете... Снова и снова... Действовать в таком направлении... Чтобы люди... Относились к вам негативно... Чтобы они снова и снова... Эээ... Доказывали вам... Что вы... Там... Не знаю... Что вы... Ммм... Ммм... Плохая... Что вы никчемная... Что вы ненужная... И так далее... То есть... Вы ставите... Вы будете ставить людей... В такие ситуации... Вот... Что ваша... Эээ... Мама... Не могла... Вот... Не могла она взять вас... Вы знали, что она не могла... Ну... Все равно... Надеюсь... Все равно просили... Вы знаете, что... Эээ... Вот если вы просите... Что... Ну... Не добавляя что-то... Эээ... Вашей маме... Желания брать вас куда-то... Ну... Все равно вы это делаете... Вот... Я не верю в то, что вы... Эээ... Эээ... Как бы... Ну... Правда полагали... Что вас возьмут... Я не верю... Особенно... С учетом... Эээ... Ну... Вот... С учетом... С того... Как к вам относились... Ну... Как к вам относились... Мама... Моя отчина... И так далее... Я не верю... Простите... Но... Я не верю... И тогда... Здесь на процессе... Эээ... Такое поведение... Сценарий... Ну... Определенный сценарий поведения... Чтобы доказать... Эээ... Ээ... Ээ... Вот... Есть... А как же я дочь... Да... Это вот такая... Жертвенная позиция... Мама со мной вот так... Почему... Что я плохого им сделал... Это очень детская позиция... Что плохого я сделал... Что... Обязательно должна быть причина... Обязательно должна быть какая-то правильность... А в мире взрослых... В мире взрослых... Такого нет... Дело не в правильности... В том... Что... Эээ... Я говорил... У людей есть... Определенные средства... И они свои средства используют... Так как... Могут... Так как... Могут... Так... Так... Могут... Но... Что вам это даст... Ничего... Вам это даст... Ничего... То есть... Вам это будет давать тот... Что дает сейчас... Ни... Чи... О... К сожалению... Так... Мне хорошо... Мама хорошо дорого... Она дает девочке... Так... Мама говорит... Как же... Я дам она сама... Я все думаю... Это хоть какая-то поддержка... Поддержка... Я заработаю немного денег... Не очень... Понятно... В общем... В общем... Вот... Вы понимаете... Да... О чем я... О чем я говорю... Вот... Вы пишите... Меня не взяли... То есть... Это вот такая вот... Заведомо прогручная... Прогручная позиция... Эту прогручную позицию... Люди вас... Чувствуют... И... Относится к вам так... Как... Вы себя рекомендуете... Как вы себя рекомендуете... И заметьте... Что... А... Получается... Как... Вы постоянно описываете... Э... Э... В каких... Э... Существах негативных вы оказались... Постоянно описывается... Что я вот попал туда... Ну... Ну... И так далее... Но ведь... Вы же на что-то влияете... Ведь вы же как-то свой выбор в чем-то делаете... Вы же свой выбор совершаете... И... Этот момент... У вас... Он... Как будто бы... Ну... Опускается... Что я сама делаю свой выбор... Я сама решаю что-то... А... Это так же должно быть... Ну... Если у вас есть выбор... То... Если вы это делаете... А вы делаете... То... У любого выбора есть последствия... Вот... И... К сожалению... Не всегда это... Хорошие последствия... То есть... Все зависит от тебя... Опять же... От выбора именно... Вот... Поэтому... Здесь нужно думать не о том... Что делают другие люди... И как они поступают... А о том... Что делаете вы... И как поступаете вы... Это куда более продуктивно... Потому что... С других людей его не переделают... И от себя поменять может... Ммм... Более чем... Вот... То есть... Это... Куда более... Продуктивная позиция... Вот... Скажем... Скажем так... Вот... А... Ну... У нас сейчас... Так... А... Абсолютно чужая женщина... Да... Чужая женщина... У них семья... Я казалось не нужна... Так... А вы сами-то себе нужны... Смотрите... Вы сами себе нужны... Если вы себе не нужны... То... Кому вы будете нужны... Если вы постоянно делаете... То, что не хотите... То... Как вам будет относиться по-другому... Ну... Да... Понятно, что... Давно было с детства быть и наше... Да... Понятно, что... Вас должны... Должны были... Ну... Довести... Довести до... Любви к себе... Но этого не произошло... Это не повод терять жизнь... Не повод впадать... В глухую депрессию... Негатив... Это повод работать над собой... И... Самостоятельно добирать... То... Что... Вам не додали... Вот и всё... Вместе с психологом... Да... Но только так... Выбора в основном нет... На этом всё... Надеюсь, что помог вам... Если у вас остались вопросы... Пишите в личку... Буду оттануть... Если вам понравился мой ответ... Буду благодарен... Если сделаете его лучшим... Я желаю вам всего доброго... Доброго... И в удачу...